О том, что достоинство все же несправедливо говорить, что еда на первом месте, а достоинство важнее. То есть, подождите, Майдан это другая все же немножко философия. А вот антимайдан, объясните мне, он же тоже такие и ополчение ДНР, ЛНР. У него же тоже есть чувство собственного достоинства. Вот какое достоинство униженное и кем было у них? Если говорить о достоинстве, что их привело воевать против Украины? А кто унижел их достоинства? Ну, во-первых, я вам уже рассказывал и во время эфира, что те же люди, в основном молодежь, вот эти, ну я их называю бандами, хотя это не банды формальные, официальные, да, юридические. Это так называемые ситуативные банды. Я их видел в лицо, я пытался с ними вести переговоры, когда они нас разгоняли. Вот, и спасибо, мне в четвертом году сильно досталось, должен сказать, от этих банд на нашем Донецком Майдане. А этот раз меня как бы или я осторожнее, старше стал, трусливее, но меня даже оберегали некоторые ребята. У меня адреналин вспыхивает. Меня оберегали от этих дел, вот, так что этот раз ничего я не получил. Слава тебе, Господи. Хотя очень хотел прекратить митинг, искал кого-нибудь, кого-то я нашел. Так какое достоинство давайте будем говорить? А достоинство такое? А достоинство такое? Онтимайдановцев и ополченцев. Ну, есть такие, есть идеологические, которые за русский мир, первое. Да, мы сейчас не про это, я спрашиваю. Есть идеологические, а так в основном пропаганда и натравливание, которое основывается и на том, о чем говорил Максим, на определенном уровне жизни. Ведь кто? Максим прав, это все знают. Кто туда пошел поначалу? Пошли наркоманы, алкаши. Платили. Платили. Очень плохо было. Потом их же быстро, украинские вооруженные силы, какие бы они ни были слабые, они быстро их начали, как сказать, теснить. И в ночь с 23 на 24 пути августа 2014 года Путин вел российские военные, воинские подразделения. Кроме тех, кто верит в русский мир, тех вот конкретно. Вы говорили о другом. Вы говорили о том, что есть унижение, связанное с распадом Советского Союза, и с тем, что вы прекратили быть большим братом. Большим братом, старшим братом. Старшим братом, да. Вот об этом я спрашивала. Что это за комплекс неполноценностей? Ну, есть комплекс неполноценностей в связи с тем, что мы жили в самой богатой стране, в основном, что стало самой великой, самой могущественной, самой мощной СССР. И вдруг, вот это, это же Америка. Это же америкосы, эти пиндосы, это гей Европы разрушила наш великий и могущественный. Теперь они взяли полностью Майданы, это дело их рук, и они взяли власть в Украине. Слушайте, ну когда это говорит пожилой человек, можно понять, он жил в Советском Союзе, а когда молодой, который родился уже на Донбассе, после переслочное время, почему у него этот комплекс неполноценностей? Они все равно настроены, вот Москва, наша родина. Почему? Москва наша родина. А потому что Украина... Откуда это? Ну как откуда? От всей истории, от всей пропаганды. Москва столица нашей родины. То есть тоже это результат пропаганды? Безусловно. Извините, у меня есть, у меня по-разному, я же здесь диссидент, я по своей специальности практически не работал, и я очень много лет посвятил, так получилось, я родился в актерской семье, очень много лет посвятил театру. И у меня есть бывший воспитанник, талантливый, не дурак, талантливый художник, у которого два сына, молодых совсем, пошли по идеологическим причинам воевать против Украины. Как раз они меня больше всего интересуют. Я об этих людях спрашиваю, а не наркоманов, алкоголиков. Я очень много знаю достойных людей. Это есть те, я многих встречал. Это только пропаганда. Это только пропаганда на строй, образование. То есть пропаганда началась весной 2014 года? Нет, пропаганда шла все время. Все российские каналы за редким исключением. Украины уже независимой Украины на Востоке не было. Не было. И независимости никакой тоже не было. И у прессы не было. Поэтому, в частности, когда они говорят, что никакой Украины нет, они правы. У них-то ее и не было, помечается, да? Ну вот сейчас я... У них была феодал, феодалы из партии регионов. Извините, Украины как государство никогда не было и не будет. Вот не будет. Вот я их цитирую. Я их цитирую. Вот конкретные разорвы. То есть и в Киеве? Студентов из Макеевки. Подождите, а для киевлян и дворян все же немножко не так? Конечно, не так. А у них есть то, что называется национальным самосознанием. И вот то, что вы еще говорили, мне понравилось, что 6 могил предков, да? 10. 10. Ну это условно, можно 9 и 11. 10. Ведь, смотрите, какие... Вот это накладывает отпечаток? Безусловно. Какой? Объясните мне, какой? Вот две вещи, которых я хотел Максиму там как бы дополнить. Забудьте о Максиме, у нас сейчас с вами автономное интервью. Ну вы же можете там это самое. Как могилы влияют? Смотрите, Донбасс, регион молодой. С конца 18-го. Там были поселения, конечно, и раньше. Но дело в том, когда есть коренное население, укорененное, там возникают традиции, в том числе и культурные традиции. Понимаете? И культурные традиции, тогда они интересны, когда вот этот регион, они тогда мощные, они тогда оказывают глубокое влияние, когда там проживает один этнос. Это желательно. Почему Гумилёв называет приграничные регионы и регионы, которые населены разными этносами, почему он их называет химерными? Почему? Так вот я говорю, потому что там, а, смесь народов, смесь культур, и нет такой мощной укорененности одного этноса. Мы в Донбассе всегда этим гордились, говорили, мы интернационалисты. А, это, это в данном случае сыграло нехорошую роль. Почему? Потому что Советский Союз, он выводил так называемого советского человека. Человека безнационального. Хомо-советика, человека безнационального. Вот видите, и как, вот как этот интернационализм, это не то, что я против выступаю, как он вышел с боком. Вы помните резню армян в Нахичеване и в Баку? Как русских изгоняли из Средней Азии? Как эта самая война Азербайджан, Азербайджан и Армении за Карабах? Моментально этот интернационализм куда-то исчез. Куда-то издевался. Да, так вот, смешивали. И Донбасс очень такой регион, куда понасылали кого угодно. И вот еще, то, что он... Но так как бы и жили же мирно у нас все равно, тем не менее. Да, и тем не менее жили мирно. Но уровень культуры играет колоссальное значение и влияет на психологию. А я вам еще должен сказать... Что это за психология? Ну, смотрите, Танюша, когда Донбасс заселялся, и вот начались эти рудники, на работу брали... Тот же населения было немного. На работу брали всех, так называемых, пришлых. Даже не спрашивали паспортов. И не нужно было никакой специальной подготовки. Нужна была физическая сила. Понимаете? И, я скажу, бескоштовность, безденежье. Тут малоземельные крестьяне, бывшие заключенные, скрывающиеся от полиции. Сюда на рудники брали всех. И на заводы брали всех. Они быстро учили жизнь и быстро учили их этому. Понимаете, о чем я говорю? И...